Всем привет! И сегодня в Стране Чудес мы с вами будем готовить чудесный рецепт куриных сердечек с кунжутом в сливочно-авокадовом соусе. Такой рецепт есть только на моем канале и больше нигде, потому что это мой собственный рецепт. С удовольствием поделюсь им с вами. Что нужно для этого рецепта? У меня килограмм куриных сердечек. Соответственно, кунжут кунжута нужно будет много. То есть у меня вот прям вот большая пачка кунжута. Соответственно, нужно будет авокадо. У меня майонез, но можете взять сметану, если хотите, если не хотите майонез. Чеснок, зелень. На гарнир у меня пойдет вот такая вот гавайская смесь. Ну, а вы готовьте гарнир какой хотите. Хотите макароны, хотите картошку, хотите хоть рис, хоть гречу. Это уже на ваше личное усмотрение. У меня сегодня на гарнир будет гавайская смесь, просто вот заморозка из магазина. Итак, по рецепту. По рецепту начинаем с сердечек. У сердечек я отрезаю вот эту вот вену, вот так. И разрезаю их пополам, вдоль, поперек, как получится. Вот как где нож полоснет, там и полоснет. Вот, если попадаются вот сгустки крови, я их оставляю, я потом еще буду сердечки эти промывать. Что промоется, то промоется, что не промоется, то совершенно нормально пожарится. И все это съедобное, абсолютно. И это все съедобное, просто уж я отрезаю, потому что мне так хочется. Плюс вот это все не пропадет, это все у меня скушает кошка с удовольствием. И еще добавки попросит. Это очень вкусная вкусняшка для кошки. Я еще несколько сердечек ей целиком дам. Она будет просто счастлива. Так что кормите своих питомцев вкусными, полезными вкусняшками. Ну, в общем, я надеюсь, тут вы уж и без меня разберетесь, что с этим делом делать. Сейчас все дорежу и покажу, что будем делать дальше. Ну, а дальше разогреваем сковородку, добавляем на нее масло. И добавляем на нее, ну, приблизительно пару столовых ложек кунжута. Не жалеем. Я даже три насыплю. Я очень люблю кунжут. Вообще всем рекомендую. Попробуйте. Очень много интересных мясных всяких продуктов с кунжутом жарить. Это что-то. Я думаю, что многие помнят мой рецепт креветок с кунжутом. Ну, это, в принципе, по тому же самому принципу готовится. Сейчас вот это я чуть-чуть обжарю. Прямо на полный огонь ставлю. Чуть-чуть золотиться начнет. Сразу сюда буду добавлять сердечки. Я потом еще сюда кунжута насыплю. Я очень люблю кунжут. И очень люблю, когда вот он в каких-то блюдах, скажем так, в необычных блюдах, к которым мы привыкли, чтобы там был кунжут, там салатики, допустим, обычно, да, какие-нибудь корейские. А вот я люблю, чтобы кунжут был не только на булочках и в салатиках корейских, а и вдруг вот так вот неожиданно. Получается очень вкусно, очень интересно. Собственно, вот этого уже достаточно. Я надеюсь, что видно, уже начинает золотиться кунжут. И вот теперь нельзя терять времени. Сразу добавляю сюда сердечки. Все. И вот это вот надо все пообжарить хорошо, чтобы это не варилось, а сразу ставим на большой огонь, а чтобы именно поджарилось, пережарилось вместе с кунжутом. Но сердечки все равно сейчас дадут немножко сок. И будет такое дело. Но, тем не менее. И сразу всем тоже говорю, кто, может быть, не слышал, солить сразу не надо, иначе вот у вас эти сердечки все будут плавать в воде. Посолим мы уже там в конце, когда будем добавлять сол. Вот так. И обжариваем, перемешиваем сразу со всем этим кунжутом. Как я уже сказала, я потом еще буду добавлять кунжут. Просто я сейчас 3 столовые ложки добавила. Лично для меня этого очень-очень мало. Это очень мало. Он сейчас тут весь потеряется. И вот тут практически будет не видно этого кунжута. Ну, видно, конечно, но это не то, что нужно. В общем, пока у меня обжариваются вот здесь сердечки, я буду готовить соус. Итак, пойдемте готовить соус. Для приготовления соуса мне понадобится 300 миллилитров кипяченой воды. Туда я добавляю майонез. Ну, приблизительно 3 столовые ложки. То есть на 100 миллилитров 3 столовые ложки. Это приблизительно. Вот сколько у меня добавится, столько и добавится. Так. Приблизительно 3 столовые ложки майонеза. Как я уже сказала, если хотите, можете добавить вместо майонеза сметаной. Дальше я буду добавлять сюда мускатный орех. Обязательно. То есть я уже показывала, у меня такие есть маленькие мерные ложечки. Да что ж такое-то. Никак не отсыпать лишнее. Вот мускатного ореха. Ну, вот так. Чуть-чуть мускатного ореха. Вот такую вот куркуму. Ложечку целую добавлю. Для цвета. Так. Вот прям целенькую. Так. Сюда же я насыплю петрушки сушеной. И еще потом свежей добавлю. Ну, сначала сушеную добавлю. Так. Сюда же я насыплю паприки. Тоже вот просто на глаз. Молотой сладкой паприки. Вот прям кучу целую. Вот как сколько высыпалось, столько и высыпалось. Ну, естественно, главный ингредиент. Я вам уже показывала авокадовый майонез. Вкуснятина. Все. Я как беру в руки авокадо, у меня прям слюни текут. Открываем. Авокадо. Я думаю, что все знают, как с ним справляться. Но на всякий случай показываю. Так. Так. Берем. Выскребаем оттуда всю вкуснятину. Не могу. Ну, почему я так люблю авокадо, я не знаю. Понимаете? Это такая для меня вкуснятина. Это просто невозможно. Слушайте, я вот... Невозможно. Как я люблю авокадо. Это что-то очевидное, невероятное. Это нечто. При том, что вы знаете, вот... Я вам сейчас снимаю всякие интересные штуки, да? Вкусняшки. И невкусняшки. Я могу вам сказать, когда я первый раз авокадо попробовала, мне оно не понравилось ужасно. Но вот потом я попробовала правильное авокадо, которое уже было зрелое. Прямо все, прям выскребаю. Вот такая вот штучка остается. Кожурка только одна. Вот. Вот когда я попробовала вот такое правильное авокадо, вот с желтизной. Мягонькое такое, вкусненькое. Вот тогда я в авокадо просто влюбилась. Это что-то. Это что-то с чем-то, что-то невообразимое. Вот такая вот штука авокадо. Радует то, что сейчас круглый год его можно купить у нас в магазинах. Без проблем. Практически во всех магазинах авокадо есть сейчас. То есть мы подсели все на всякие экзотические фрукты, на всякие кухни всего мира. Знаете, у меня такое чувство, что русские люди, вообще славянские люди, по-моему, готовы. Есть все и вся, лишь бы это было вкусно. И вот теперь сейчас вот это все чудо я блендером перемешаю и превращу в однородную массу. А еще сюда добавлю вот смесь перцев у меня есть. Смесь перцев. Все вот это вот я смешаю и превращу в однородную массу. Это у меня будет соус. Так, я забыла. И еще чеснок. Чеснок, обязательно чеснок. Я потру на мелкой терочке. Тоже сюда добавлю и все это перемешаю. Ну и дальше покажу, что будем делать дальше. Вот такой вот соус у меня получился. Чтобы он не стал зеленым, я сразу не добавляла туда свежую петрушку. Вот сейчас я сюда закину еще свежей петрушки. Больше никакой зелени я сюда добавлять не буду. Закину свежую петрушку и быстренько это еще немножко блендером так взобью. И все это уже будем добавлять в сердечки. Вот так вот чуть-чуть. Много не надо. Тут ничего делать. Самую малость. Чтобы петрушечка там вся перемешалась. Ну и теперь все это добавляем в сердечки. Сердечки у меня вот так вот пообжарились хорошенечко. Сейчас я сюда... Я просто сейчас сделала огонек чуть-чуть потише, чтобы тут не шипело и в камеру пар не шел. Сейчас я еще раз сверху обсыплю это все кунжутом. Ну уже сейчас чуть-чуть поменьше, но все равно. Кунжут придает этому блюду невероятный какой-то прям вот вкус. И даже аромат. То есть вот что-то это что-то невероятное. А потом вот эти вот семечки, они же ведь будут не сильно обжарены, они вот именно будут мягенькие. Вы знаете, как они будут здорово лопаться на зубах. Это что-то. Вот это вот я сейчас еще... Сейчас ставлю прям на сильный огонь, на всю катушку. Вот это вот еще чуть-чуть поприжарить. Чуть-чуть, самую малость. И буду выливать сюда соус. Да, кстати, девочки и мальчики, кто будет готовить? Воду в соус нужно добавить горячую. Потому что выливать вы это все будете на горячую сковородку. И чтобы не испортить свою сковородку... Сейчас все сковородки такие с антипригарными покрытиями всевозможными. Вот чтобы такие сковородки не портить, если вы на них, вы в них добавляете молоко, ой, еще что-либо, надо добавлять это теплым или горячим, чтобы не портить ваши сковородки. Итак, у меня тут уже начинается стрельба. Поэтому сейчас выливаем сюда весь соус. Вот такая вот получается вкуснятина. Вкуснятина получается невероятная. Просто невероятная вкуснятина. Вот так вот это все с чесночком. Сейчас сразу запах чесночка у нас. Чесночка я добавила туда всего лишь один такой крупненький зубчик в соус. И вот сейчас вот это вот все всего лишь навсего нужно, чтобы прокипятилось. Побурлило, ну, 5 минут максимум. И уже можно будет подавать к столу. Звать домашних, пускай прикипятится. Можно еще сверху добавить зелени. Если хотите, можете добавить зеленый лук, укроп, если вам хочется. Я сюда не добавляю никакой другой зелени, кроме петрушки. Вот лично я, мне вот не так хочется. Вот так вот пусть побурлит. Чутка. Сейчас под крышечку просто поставлю. И 5 минут пускай побурлит. Ну вот, собственно, прошло буквально 5 минут. Сердечки уже можно подавать к столу с гарниром. Каким хотите. Вот такая вот невероятная вкуснятина получается. Как я уже сказала, можете есть с любым гарниром, какой вам нравится. У нас сегодня гавайская смесь. Собственно, а на этом сегодня все. Всем желаю приятного аппетита, мира и добра. И пока-пока.